На самом деле у нас это самая протяжённая по времени сессия, она четвёртая уже в этом созыве, потому что с января по июль, фактически до августа заседания проходили в постоянном формате. И если говорить, мы изначально выделили несколько приоритетов. Один, безусловно, это приоритет, который имеет отношение к вопросам участников специальной военной операции, их членов семьи, о чём мы неоднократно говорили и ставили задачу по принятию законов, которые бы защитили ребят, их семьи и сделали всё для того, чтобы наши солдаты и офицеры ни в чём не нуждались. Мы создали систему, исходя из ваших поручений, которая базируется на 77 законах. Именно такое количество было примято именно чисто вот в этой сфере для того, чтобы действительно сформировать целостное законодательство, потому что мы раньше с этими вызовами не сталкивались, ну и, конечно, такие проблемы не решали. Кроме этого, правильно, наверное, сказать ещё о другом приоритете. Для нас этот вопрос был очень ответственный. Он касается формирования правового поля наших новых субъектов Российской Федерации. Но здесь у нас уже был опыт, когда мы интегрировали Крым и Севастополь в единое правовое пространство. И надо сказать, что мы задачи, которые раньше решали в течение порядка до пяти лет, сейчас практически завершаем. Нам осталось принять всего три закона. Мы это сделаем в течение осенней сессии. А всего в этой части у нас было принято 54 закона. То есть вот 54 закона регулируют вопросы, начиная от охраны здоровья, социальной защиты, пенсионного обеспечения, вопросов, связанных с работой бизнеса и созданием условий вообще для экономики в новых территориях. Фактически мы, можно сказать, завершили вот в ходе весенней сессии всю эту работу. Это те задачи, которые вы поставили перед парламентом. Вместе с правительством мы их выполнили. Ну и, конечно, еще одна тема, которой мы занимались буквально с начала специальной военной операции. Речь идет о противодействии санкциям. Здесь, конечно, было непросто в связи с тем, что более 16 тысяч санкций объявлены в нашей стране. И вот за весь этот период времени принято 192 закона. Вместе с правительством принято более 300 мер поддержки граждан, предприятий, регионов. Все это делалось в исполнении поручения президента. И надо сказать сегодня, что мы видим, насколько это эффективно. Вообще, если говорить о вызовах, конечно, они беспрецедентны. Но политическая система, сформированная президентом, экономическая модель, показали свою устойчивость. И мы сегодня можем уже с уверенностью говорить, потому что за это время пройдено многое и сталкивались с различными вызовами. Но совершенно очевидно, весь депутатский корпус, независимо от политических мировоззрений, все объединились вокруг страны. И опять-таки, невзирая на свои партийные программы, все понимают, что достижение цели специальной военной операции обеспечит будущее нашего государства, России. Хочу поблагодарить от депутатов Государственной Думы, Владимир Владимирович, мы все вас поддерживаем, мы это неоднократно говорили в самое тяжелое время, когда страна сталкивалась с вызовами, потому что у всех понимание одно. Есть наша Родина, значит, есть будущее у людей и будущее у наших детей, внуков. Поэтому вот мы исходим из этого и строили работу именно вокруг повестки нашей страны. В.Путин Анатольевич, я со своей стороны хочу поблагодарить вас, руководству Государственной Думы и всех депутатов парламента за совместную работу в ходе этой сессии. Хочу выразить слова благодарности за поддержку по ключевым моментам развития страны и, прежде всего, конечно, внешней политики. Здесь я вижу, что, по сути, консенсус у всех политических партий, несмотря на то, что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов, да и некоторых внутриполитических. Это естественно, но по ключевым, судьбоносным моментам, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого российского государства, я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса и хочу вас всех на это поблагодарить. Рассчитываю также на то, что вот эта напряжённая работа, совместная работа, о которой вы сейчас только что сказали, по этим ключевым направлениям, в том числе это касается и поддержки наших бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, членов их семей, Касается интеграции новых территорий в состав Российской Федерации. У нас есть опыт, действительно, Севастополя и Крыма, поэтому есть наработки, эти, конечно, наработки нужно использовать, хотя есть специфика, и она очень существенная. Люди в Нонбассе, например, начиная с 2014 года, живут в условиях практически военных действий, и всё это, да и сейчас трагические события происходят на этих территориях, связанные с боевыми действиями, поэтому всё это, безусловно, мы должны учитывать, когда выстраиваем наши действия на этом направлении. Но и вопросов социального характера, экономического развития, экономика, база решения вообще всех задач, считающих перед нашей страной. Я надеюсь, что в диалоге с правительством, как это было до сих пор, будут всегда найдены развязки, приемлемые решения, которые, безусловно, пойдут, должны пойти и пойдут на благо развития России. Вам спасибо большое, и надеюсь, что в новой сессии мы выстроим работу именно вот таким образом. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Конечно, у нас планов много, тем более новая сессия – это новые возможности. Мы запланировали проведение больших парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Хотим встретиться с максимальным количеством, насколько позволят наши залы представителей бизнеса и вместе с правительством судить эти вопросы, потому что вы перед нами ставили задачу создать условия для того, чтобы наш бизнес развивался более эффективными темпами. Мы постараемся найти те слова, которые позволят нам выработать решения, ну и затем уже представить вам свои предложения. Хорошо.